Сегодня мы с вами поговорим о руках, о том, как за ними правильно ухаживать. Мы окунемся с вами в историю ухода за руками и посмотрим те основные этапы, которые мы должны проводить ежедневно, для того, чтобы наши руки были красивыми, для того, чтобы наши руки и кожа наших рук радовала нас своим внешним видом. По мнению многих женщин, кожа рук, как и кожа лица, может выдать возраст. Ухоженные руки говорят не только о том, что девушка или женщина, или даже мужчина. Мужчинам тоже обязательно надо ухаживать за руками. Ухаживают за ними, помогают нашей коже. И с другой стороны, кожа рук может показать, что женщина или мужчина, или девушка очень пренебрежительно относятся к своим рукам. Не помогают им выглядеть хорошо. И поэтому не получают идеального внешнего вида своих рук, которого бы хотели добиться многие девушки и женщины. И начнем по традиции Академию Красоты с историей по уходу за руками. Это обратиться к истории Древнего Египта, которая нам дает много информации по теме косметологии, ухода за собой, за своим телом. Та же самая декоративная косметика, это тоже тема, которая вышла и наука, ну даже не наука, а именно любовь к себе, с целью украсить свое тело, с целью правильно ухаживать за ним. Вышла именно из Древнего Египта. Здесь на страже кожи рук стояли масла различные, ароматические благовония. И то, что помогало коже выглядеть снаружи хорошо. Если мы вспомним именно древние времена, то здесь очень важным различием было по цвету кожи. Не в плане того, что негроидная раса или какая-то европейская, а в плане того, что аристократы, как правило, в течение жаркого солнечного дня находились в помещении, в прохладном, без доступа солнечных лучей. И поэтому кожа у них была бледно-белого цвета, практически прозрачного. С другой стороны стояли рабы, которые постоянно находились на солнце, поэтому их кожа была достаточно темной за счет выработки большого количества меланина. И можно было просто по цвету кожи определить, кто стоит. Аристократ или раб. Поэтому со временем, для того, чтобы скрыть и недостатки рук, скрыть, может быть, тот же самый загар, появились перчатки. И это стало очень модным аксессуаром среди аристократов. И уже только со временем перешло к бедноте. Но вот в предыдущем каталоге вы могли видеть такой аксессуар, как перчатки с митингами. То есть это как раз такие обрезанные перчатки, которые были прерогативой именно самого нижнего сословия. И поэтому у аристократов все-таки пользовались спросом больше перчатки. Если мы говорим о современном этапе ухода за нашими руками, то сейчас, конечно же, перчатки в помещении носить не комильфо. Это плохой тон. И поэтому всем, без исключения, необходимо правильно и грамотно ухаживать за кожей наших рук. Потому что сейчас ухоженные руки – это даже больше не отражение возраста, а, по моему мнению, это больше такая степень любви к себе. Когда мы показываем своими ухоженными руками, что мы себя любим, мы за собой ухаживаем. И если вы себя относите к такой же категории любящих себя людей, то я вам рекомендую ухаживать за руками ежедневно, без перерывов. Точно так же, как и для кожи лица, мы обязательно рекомендуем использовать и средства дополнительного ухода. Это и маски, это и приобретать перчатки для использования маски. Наши руки получали именно комплексный уход, потому что руки – это наш рабочий инструмент. И нам очень важно, чтобы они на более долгие годы оставались красивыми, оставались молодыми. И кожа выполняла в том числе и свои основные функции. Это и защитная функция, это и терморегуляционная функция. Руки должны быть красивыми, ноготочки ухоженными. И зачем же нужен уход за руками? Возникает такой ответ, что убрать загрязнение, очистить наши руки. Но, с другой стороны, здесь еще и важен тот аспект, что кожа и на руках в том числе постоянно делится, постоянно обновляется. И кожи рук нам тоже необходимо помочь, чтобы удалить роговевшие клеточки. Кожи рук надо тоже помочь для того, чтобы она была мягкая, шелковистая и приятная. То есть это тоже важные аспекты ежедневного ухода за собой. Мы, к сожалению, очень неграмотно относимся к своим рукам. Мы сейчас находимся в таком информационном поле, которое нам со всех сторон рассказывает о большом количестве негатива. Что в моющих средствах поверхностно-активные вещества, которые разрушают кожу наших рук или негативно на них воздействуют. Раз информационный поток. Где-то в СМИ читаем про вредные ингредиенты в составе того или иного моющего средства. Как мы помогаем рукам? Да никак. Что-то еще от большого количества воды. Наше большое количество воды тоже нашим рукам не приносит хорошего внешнего вида. Поэтому это тоже надо учитывать. И я согласна с вами, что мыть посуду в перчатках не очень удобно. Но если мы говорим о красоте наших рук, о красоте нашей кожи, то мы все-таки должны говорить о том, что помогать своей коже мы должны постоянно. И вот даже в таких мелочах эта помощь должна проявляться. Делаем уборку в квартире, используя какие-то очищающие средства. Одеваем ли мы перчатки, защищаем ли мы свою кожу. Это раз. Выходим на улицу, защищаем ли мы свою кожу от ультрафиолета, защищаем ли мы свою кожу и рук в том числе от углекислого газа, которого очень много, от машин, от заводов, от самолетов, от пароходов, от чего только не идет этот углекислый газ. Но это всего того, что снаружи может навредить нашей коже и как мы помогаем коже. Поэтому очень важно рассказать о том, как мы можем помочь нашим рукам изнутри. Здесь мне хочется сделать упор на наш уникальный продукт Wellness. Это Wellness Pack, который уже обновился. В последнем Wellness каталоге мы уже встретили обновленный продукт Wellness. И здесь очень важно, чтобы мы эту информацию донесли до всех наших клиентов. Потому что просто поверхностный уход за кожей – это одно. А когда мы даем своей коже уход и снаружи, и изнутри, мы получаем двойной результат. Получаем красоту и самое главное – здоровье изнутри. И здесь потратите 5-10 минут на то, чтобы рассказать о Wellness. О том, что в составе нашего Wellness Pack входит 12 витаминов, 7 минералов, омега-3 жирной кислоты, которые являются основным питанием для нашей кожи. Потому что каждая клеточная мембрана состоит из этой незаменимой жирной кислоты. Важно, что вы на это обращаете внимание. Важно, что вы рассказываете свою историю. И если мы говорим, например, о шведском бьюти-комплексе, то сейчас он у нас обновился и получил вдобавок к астоксантину, получил еще и экстракт черники, то здесь мы можем говорить о том, что вот эти все 4 капсулы ежедневно мы с вами можем помочь своей коже и быть здоровой. Это раз, то есть это витамины и минералы. Правильно питаться – это два, всего лишь 2 капсулы омега-3. И 3 – это мы будем помогать своей коже быть молодой за счет употребления шведского бьюти-комплекса Плюс с астоксантином и с черникой. Начинается этап с очищения, и кожа рук, она более нежная по сравнению с остальными участками нашего тела, поэтому оно должно быть более нежным, более поверхностным. И здесь мы можем параллельно давать сразу несколько советов. Предлагаем, например, жидкое мыло из серии «Дискавер», сокровище «Тадж-Махала», и мы можем сказать, что милые дамы, например, мою клиентку сегодня будут звать Марина. Я говорю, Марина, я вам рекомендую воспользоваться новинкой компании «Арифлейм». Это жидкое мыло, сокровище «Тадж-Махала». Вы не только окунетесь в путешествие практически с головой, но и правильно будете ухаживать за кожей своей рук, будете нежно и очень бережно очищать свои руки. Но при этом мне хотелось бы вам порекомендовать не только этот продукт, но и порекомендовать использовать правильный температурный режим для очищения наших с вами рук. Мы должны избегать чересчур горячей воды, и мы должны избегать холодной воды. Крайностей не должно быть. Мы выбираем температуру, идентичную температуре нашего тела. То есть это около 40-45 градусов по Цельсию. Вот такая температура будет очень приятной для наших рук, и они будут себя чувствовать комфортно. То есть от горячей воды наша кожа теряет природную смазку сальную и становится более сухими и шероховатыми. От холодной воды руки шелушатся, кожа становится более жесткой, и мы разочаровываемся в том продукте, который мы используем. Поэтому, когда предлагаем одно средство, обязательно даем рекомендацию бытовую, которую наши клиенты с удовольствием сделают, и потом скажут нам спасибо за нежное и бережное, такое трепетное отношение к каждому нашему клиенту. Что еще можно сказать про этапы ухода за нашими руками? Это отшелушивание. Эту процедуру необходимо производить раз в 7-10 дней, в то время, когда наша кожа проходит полный цикл обновления клеточек. Поэтому один раз в неделю, один раз в две недели проводите процедуру скрабирования. Расскажите нашим клиентам тоже о необходимости проведения вот таких вот процедур в домашних условиях. Когда вы проводите мастер-класс, люди сразу же и клиенты сразу же начинают ощущать текстуры. Люди начинают ощущать комфорт, приятность и бурхатистость рук после того, как они воспользовались той или иной серией из каталога Арифлей. Очень важно клиенту дать протестировать продукт, получить обратную связь. То есть протестировали крем, получили обратную связь. Что понравилось, на что обратили внимание? Следующий этап – это массаж. Но что касается этого этапа, то мы его с вами делаем ежедневно, когда мы наносим крем, потому что мы, конечно же, касаемся себя пальчиками, при этом массируем. Здесь суть, конечно же, усиления кровообращения в коже рук, снятие напряжения и смягчение дополнительное нашей кожи. У массажа есть и вторая сторона. Мы не должны делать каких-то очень сильных надавливаний, мы не должны делать такие манипуляции с нашими руками, которые дадут какие-то болевые ощущения. Поэтому с массажом очень аккуратно, очень деликатно, то есть движения должны быть очень нежными, очень плавными, мягкими, такими, которые будут приносить удовольствие нашим рукам. Но я на всех тренингах обычно рекомендую массаж рук, уход за ногами, делать такой семейной традицией. То есть когда молодой человек с девушкой садятся друг напротив друга и начинают ухаживать друг за другом. Помазали ручки, помазали ножки, нанесли, посидели оба в маске для лица. То есть это такой вариант, на самом деле, семейного объединения. Это и приятно, это еще и полезно. Когда мы делаем массаж, когда мы наносим крем и вот такими способами ухаживаем за своим телом. Следующий этап – это маски. Маски для рук – это, по сути, такой же дополнительный уход, как и, например, маска для лица. То есть это дополнительное питание, это дополнительный уход, это дополнительная помощь для наших рук. Очень важно рукам дать питание, особенно в осенний и зимний периоды, когда кровообращение в руках и в конечностях недостаточное. Мы должны дополнительно помогать нашим клеточкам кожи питаться, мы должны дополнительно помогать нашему организму изнутри ухаживать за нашими ручками. Поэтому в осенний период, в зимний период, в весенний период обязательно рассказывайте своим клиентам о масках для рук, рассказывайте своим клиентам о Wellness Pack, потому что это питание изнутри для нашей кожи. И давайте какие-то советы по тому, как можно сделать массаж в домашних условиях. И благодаря вот такому совету вы получите благодарных клиентов. Увлажнение, питание и защита – это уже самый последний этап. Мы этот этап проходим при помощи крема для рук. И для покупок более традиционный вариант. Все мы этими продуктами пользуемся, поэтому когда мы видим новинку, как, например, шелковая орхидея в 15-м каталоге с протеинами шелка в потрясающем дизайне, они – это фиолетовый фон с золотыми растительными орнаментами. То есть этот этап, конечно же, мы должны производить ежедневно. Желательно, точно так же, как и в уходе за кожей лица, крем наносить заранее. Если мы утром собираемся выходить, то на ручки мы должны нанести крем тоже где-то за полчаса до выхода, чтобы крем успел впитаться и наша кожа рук стала более увлажненной, более мягкой. И мы, придя на работу, придя в офис, придя на какое-то собрание, могли бы похвалиться своими шикарными ручками. Ну, а вечер, рекомендации какой-то особенной нет. Единственное, после процедуры очищения. И не сразу перед сном. То есть, сходили в душ, очистили кожу, очистили ручки и потом где-нибудь за час, за полтора до сна нанесли крем для рук, для того, чтобы и крем успел впитаться, и для того, чтобы мы сами все-таки не испачкали постельное белье крема. Итак, мне хотелось бы сейчас вам показать мастер-класс, который компания Reflame подготовила специально для и клиентов, и консультантов, и для каких-то презентаций. Для того, чтобы вы могли, просто показывая вот этот ролик, показывать правильность выполнения ухода за кожей рук в домашних условиях. Действия очень простые. Уход в домашних условиях за руками становится, после вот такого наглядного материала, еще большим удовольствием. Итак, смотрим ролик, потом повторяем все этапы по уходу за руками. Наши руки порой могут рассказать о нас больше, чем мы того хотим. Вот почему так важно, чтобы ежедневный уход за руками вошел в привычку. Вспомните, как выглядят ваши руки после посещения салона. Ванночка, пилинг, массаж, маникюр, аккуратные ногти, мягкая гладкая кожа. Хотите такие ощущения каждый день? С новой серией Арифлейм «Нежный бархат» на миндальном масле уход за руками может стать для вас одной из самых приятных привычек. Название говорит само за себя, а по интенсивности ухода новые средства хорошая альтернатива профессиональным процедурам салона. Побалуйте в своей ручке смягчающей ванночкой. Вода должна быть теплой. Эту приятную процедуру достаточно повторять 2-3 раза в месяц. Всего 15 минут, а сколько пользы? Содержащиеся в составе средства миндальное масло обладает омолаживающим эффектом. Оно питает, смягчает, увлажняет кожу и даже заживляет мелкие трещинки и порезы. Масло миндаля уникальное по своему составу. Оно содержит витамины, минералы, белки, а также олеиновую кислоту. Оно повышает проницаемость кожи, тем самым обеспечивает доставку всех полезных веществ по назначению. Неудивительно, что средства с миндальным маслом оказывают на кожу рук всесторонний благотворный эффект. Кстати, масло миндаля – один из секретов красоты самой Клеопатры. Скраб для рук с миндалем «Нежный бархарь» поможет удалить ороговевшие клетки поверхностного слоя кожи и стимулировать ее восстановление. Нанесите средства на влажные руки и помассируйте круговыми движениями. В состав скраба входят не только масло миндаля, но и мелкие частицы миндальной скорлупы. Они глубоко очищают кожу, не повреждая ее. Оставьте на 5 минут. Затем снова помассируйте и смойте. Благодаря питательным и увлажняющим компонентам скраба, процедура пилинга проходит максимально комфортно. По-настоящему красивыми руки делают ухоженные ногти. Они не меньше, чем кожа на руках, подвержены негативным влиянием окружающей среды, а потому также нуждаются в вашей заботе. После того, как наши руки подготовлены, можно приступать непосредственно к уходу за ногтями. Почти все профессионалы единодушны в том, что удалять кутикулу в домашних условиях стоит только необрезным способом. Гель для удаления кутикулы от Арифлейм аккуратно очищает ногтевую пластину и кожу вокруг нее. Наносим средство на область кутикулы и под свободный край ногти. Через пару минут отодвигаем кутикулу, а остатки кожи удаляем маникюрной палочкой. После процедуры ногти промываем в теплой воде. Гель придает кутикуле четкий ухоженный контур, замедляет ее рост и избавляет от заусенцев. Нашим рукам очень полезен и, несомненно, приятен массаж. Он усиливает лимфа и кровообращение, снимает напряжение. Для массажа рук используйте наше масло два в одном, с которым мы делали ванночку. Массажное масло с миндалем новой серии нежный бархат содержит все необходимые кожи, витамины и минералы. Ежедневно массируйте свои руки перед сном. В это время кожа с особой благодарностью воспринимает питательные вещества. Не забудьте втереть масло в кутикулу, чтобы смягчить ее и стимулировать рост ногтей. Кстати, легкий массаж рук мы делаем уже тогда, когда просто наносим на них крем. Поэтому помимо масла, массаж мы можем делать и с помощью питательного крема. Он сделает мягкой, нежной и ухоженной даже самую сухую кожу. Втирайте крем поглаживающими движениями по направлению от кончиков к основанию пальцев, затем к запястью и локтю. А для ежедневной защиты и ухода за кожей рук на каждый день советую использовать защитный крем. Кроме миндального масла, средства содержат компоненты, которые препятствуют преждевременному нестарению кожи и удерживают влагу. Этот крем защитит от обезвоживания и ваши ногти. Длинные красивые ногти за 7 дней. Думаете, нереально? Это вполне возможно со средством для роста ногтей от Арифлейм. На сухую и очищенную поверхность ногтей, без лака, с помощью кисточки нанесите небольшое количество средства. Дайте высохнуть. Покройте ногти вторым слоем. Уникальная витаминная формула преобразит ваши ногти. Уже через неделю применения они станут ровными, гладкими, розовыми. Никаких желтых пятен и расслоений. Вот такие несложные действия приведут к удивительным результатам. С новой линией Арифлейм ухаживать за руками будет легко и приятно. Подарите себе миндальную церемонию ухода, и кожа ваших рук будет нежнее бархата. Еще раз повторим. Это очищение. Далее это отшелушивание, массаж, использование масок и увлажнение. Использование масок это 1-2 раза в неделю, в 2 недели, 10-14 дней. Использование скраба использование не ежеднево. Мы скрабируем кожу 1 раз в неделю. Смотрим на состояние нашей кожи. Может быть, эту процедуру делать не раз в 7 дней, а делать 1 раз в 10 дней. В зависимости от того, насколько быстро кожа обновляется и насколько быстро ей нужна помощь. Увлажнение, питание, защита. И проводим каждый день. Помощь рукам в защите от ультрафиолета должна быть ежедневной. Итак, что касается самого известного продукта, крема для рук, то у нас достаточно большое портфолио в выборе. И эти продукты содержат различные масла, содержат питательные и защитные компоненты и витамины, которые дают нашей коже уход и увлажнение, и смягчение снаружи. Еще раз напомню вам о продукте Wellness, который мы с вами можем параллельно рекомендовать с использованием тех или иных средств по уходу за кожей рук. Основной серией в каталогах является нежный бархат, после которого руки становятся нежными, шелковистыми, бархатными. В основе этого продукта лежит миндальное масло, которое уникально. В составе этого масла есть такие витамины, как А, как витамины группы В и витамин Е, который ухаживает за нашей кожей. Плюс содержатся и те минералы, которые делают нашу кожу красивой и более молодой. Это цинк, железо, натрий и магний, которые все вместе, вместе с увлажняющими компонентами дают нашей коже рук шелковую бархатность, нежность, мягкость и гладкость. Если мы говорим о действии миндального масла на кожу наших рук, это масло восстанавливает водно-липидный баланс, помогает бороться с раздражениями и гиперчувствительностью кожи. И обладает омолаживающим эффектом, стимулирует восстановление и обновление клеток эпидермиса. Мы с вами получаем в одной только серии и питание, и увлажнение, и омоложение, и защиту сразу. Эта серия полюбилась не только консультантам Арифлэйм, но уже многим клиентам. Поэтому обращайте внимание на эти продукты в каталоге номер 15. Например, в этом каталоге представлены два продукта из этой серии, страница 38. Это питательный крем для сухой кожи рук и отшелушивающий скраб для наших ручек. Итак, начнем. Действительно, мы с той процедуры, которая в наших этапах стояла второй. Про очищение мы сейчас с вами полистаем каталог и посмотрим чуть позже. Итак, начнем со скраба. Итак, для чего нам нужен скраб? Основной его задачей является удаление роговеших клеточек с поверхностного слоя кожи. И как дополнение, как логическое продолжение вот этой функции, это стимулирование обновления клеток кожи и восстановление кожи после вот такой процедуры. Что входит в состав этого скраба? Это масло миндаляс с его витаминами, с его минералами, которые дают коже рук питание. Плюс входят мелкие частички миндальной скорлупы, которые и являются вот такими скрабирующими, отшелушивающими, абразивными элементами. В состав этого средства входят питательные и увлажняющие компоненты, которые после этой процедуры дают ощущение мягкой кожи, гладкой кожи. Они помогают безопасить кожу от раздражений и повреждений, которые могут появиться на наших руках. Как мы применяем скраб? Наносим небольшое количество средства массирующими движениями на влажную кожу. Не на сухие ручки. Лучше всего кожу рук подготовить. Предварительно подержать ручки в ванночке с маслом, с массажным. Далее мы смываем теплой водой и используем 1-2 раза в 7-10 дней. В зависимости от того, насколько быстро у вас обновляется кожа. Смотрим только по состоянию. Если есть какие-то микротрещины, если есть какие-то раздражения и повреждения кожи, то, конечно же, скрабирование на какое-то время мы должны с вами перенести. Для того, чтобы еще дальше не навредить коже наших рук. Далее, про массаж. Следующий этап. Это использование смягчающей ванночки или массажного масла для рук 2 в 1. Как мы делаем ванночку? В теплой воде. Вода должна быть температуры нашего тела. Около 40-45 градусов максимум. Наливаем в специальную ванночку воду. Добавляем 1 клупачок нашего масла и помещаем руки в воду. Во время отпаривания наших ручек проводим массажные круговые движения, для того, чтобы все питательные элементы, в том числе и масло миндаля, впиталось в кожу рук, чтобы они смягчились, чтобы они были готовы к последующим процедурам. Далее, мы по прошествии 5-10 минут вытащили из воды руки, не вытираем полотенцем, а мы даем высохнуть воде. То есть, рихнули, чтобы вся вода большую часть ушла, а остатки впитались в кожу, дали ей дополнительное увлажнение именно из воды и помогли массажному маслу более глубоко впитаться. Так, какие активные ингредиенты содержат в этом массажном масле? Это масло сладкого миндаля, это экстракт арники, который дает правильное очищение и правильное увлажнение кожи рук и увлажняющий и питательный комплекс, которые будут во время вот такой приятной процедуры ухаживать за кожей рук. Питательный крем для сухой кожи, который это сосредоточение миндального масла, это наличие питательных и увлажняющих компонентов, которые ежедневно будут увлажнять нашу кожу, которые ежедневно будут давать ей защиту от внешних факторов, от сразу перед выходом на улицу. И пользуемся кремами для того, чтобы не навредить кожу наших рук. И на ночь крем для рук наносим, потому что все вы знаете, что кожа обновляется, восстанавливается лучше, когда мы спим, когда у нас идет именно ночное время суток. Опять же, спать надо не менее 8 часов, пить не менее 1,5-2 литров воды. То есть, правила красоты не только для кожи лица, но и правила красоты для кожи всего нашего тела, и в том числе рук. Следующее – это защитный крем для рук и ногтей. То есть, здесь, если питательный крем для сухой кожи, это именно идет больше как продукт для кожи, то защитный крем для рук и ногтей уже идет для такого комплексного ухода. Он и помогает нашей коже быть увлажненной, помогает защищаться от ультрафиолета за счет содержания ОФ-фильтров, и помогает нашим ноготкам защититься от обезвоживания, и будут придавать им здоровый ухоженный вид. Если мы говорим об этих кремах, то, как правило, компания периодически выпускает и дает скидку нам в каталоге на большой объем этого крема, поэтому обращайте внимание на эти продукты. Следующий продукт – это… Ну, давайте про восстанавливающую маску уход поговорим, которая интенсивно увлажняет и смягчает кожу рук, маску мы наносим два раза в неделю, опять же, по ощущениям, по желаниям, и наносим ее, конечно же, на предварительно очищенную кожу. Можно предварительно, например, подержать 5-10 минут в ванночке с массажным маслом, для того, чтобы размягчить кожу, и для того, чтобы маска впиталась более глубоко. И после этой процедуры, после того, как мы нанесли эту маску, через 15-20 минут ее необходимо смыть с кожи рук. То есть мы ее не оставляем на ночь, а мы ее держим именно 15-20 минут для получения максимального результата. Что содержит? Это, естественно, масло миндаля, которое является основой для всей этой серии. Это масло ши, которое позволяет дать более интенсивное питание для кожи наших рук. И это как такой увлажняющий ингредиент – это глицерин. Что касается этой маски, то здесь не надо наносить очень много. Здесь не работает правило «чем больше, тем лучше». На руки нанесли однородным слоем, где-то в 1-2 мм. То есть руки должны быть покрытыми полностью этим маслом, этой маской, прошу прощения. И если есть возможность приобрести перчатки, они периодически тоже появляются в каталоге, то я бы рекомендовала маску использовать вместе с перчатками. Получится дополнительный эффект согревания рук, который позволит маске более глубоко впитаться. Следующий продукт – это глицериновый крем для рук «Нежный бархат». Он периодически появляется, но уже в маленьком объеме в бизнес-каталоге, в каталоге бизнес-аксессуаров, для того, чтобы вы могли дать протестировать этот продукт новичкам, дать протестировать этот продукт тем потенциальным клиентам, кому бы вы хотели порекомендовать использовать продукцию «Арифлейм». Промо-материал для вашей работы. Следующая коллекция, которая есть, да, и следующий продукт – это, конечно же, антибактериальный гель для рук. В летних каталогах он обновился, и сейчас антибактериальный гель у нас появился в серии «Натур Секрет», то есть «Секреты природы». И он теперь у нас появился с чайным деревом и мандарином, с экстрактами чайного дерева и мандарина. Как вы знаете, масло чайного дерева обладает не только антибактериальным действием, но и обладает также увлажняющими и питательными средствами, такими свойствами. А экстракт мандарина – это помощь для нашей кожи с точки зрения витаминизации. Это один из тех продуктов, который богат витамином С. Это тот продукт, который является еще и антиоксидантом, то есть будет защищать нашу кожу не только бороться с бактериями, но и будет защищать еще нашу кожу от свободных радикалов. Поэтому помогите своим рукам быть постоянно чистыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!